Кому доверять в период эпидемии? Где достоверная информация? Сейчас каждый житель России и Верхневожья, в частности, решает для себя сам, что смотреть и читать. Наша съемочная группа решила выяснить, из каких источников люди узнают последние новости, что такое фейки и какое наказание ждет за распространение ложной информации. Новости, в основном, которые по телевизору показывают, там более точная информация. Или то, что от Путина передают, когда он конференции устраивает. То есть, из официальных источников, да? Да, да, да. Телевидению центральному? Ну, в основном, то, что по первому каналу, наверное, или по второму, 24 часа, которые новости. Ну, то есть, федеральным СМИ вы уже доверяете, да? Да, интернету не очень верят, да. Почему? Ну, потому что, мне кажется, что там много фейков, вот, и различные, как сами, наверное, знаете, запугивающие какие-то такие есть. Ну, сайт официальный, стоп, коронавирус, РФ только там. Понятно, что в таком потоке информации легко потеряться и сделать неверные выводы по поводу того, что происходит в стране, в регионе, в своем городе. Беспрецедентный случай произошел в Пермском крае, где автор статьи утверждал, что из-за коронавируса происходят конфликты. При этом в местной прокуратуре и полиции сообщили, что никаких конфликтов не регистрировали. Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к указанным сообщениям, поскольку они представляют собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию. Мы обратились к специалисту за разъяснениями, как отличить фейк от правды. В интернете, как все знают, есть тоже средства массовой информации. Это интернет-издания, интернет-газеты, сайты телерадиокомпаний. Они, как правило, все зарегистрированы как средства массовой информации, и там информация проверена. И эти сайты несут ответственность за ту информацию, которую они размещают. Соответственно, информацию с этих сайтов можно безбоязненно репостить, публиковать, на них ссылаться. Обязательно ссылайтесь на какой-то источник. Не то, что вам кажется, что там произошло то-то, то-то. Делайте обязательно ссылку на первый источник. Главное, не разводить панику. Более того, не надо делать репосты с непроверенных источников. Потому что теперь и вы можете стать распространителем недостоверной фейковой информации и ответить за свои действия по закону. Тем более президент России уже одобрил наказание за распространение заведомо ложных данных о коронавирусе. Публикация такой информации, которая привела к причинению вреда здоровью, повлечет наказание в виде штрафа в размере от 700 до 1,5 миллионов рублей. Либо лишение свободы на срок до 3 лет. Если распространение ложных сведений привело к смерти человека или другим тяжким последствиям, оно наказывается штрафом в 1,5-2 миллиона рублей. Либо лишением свободы на срок до 5 лет. Либо лишение свободы на срок до 5 лет.